Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на Магаданском телеканале. В этом выпуске. Неработающие пенсионеры могут оформить авиабилеты не только в аэропорте, но и в отделениях клиентской службы пенсионного фонда по месту жительства. Городской спорткомитет продолжает прием заявок от семей на участие в новом сезоне Спартакеады «Спортивная семья». Она стартует уже в 12-й раз. Надежда на русский авось. В течение недели магаданские спасатели дважды спасали туристов из района Каменного Венца. Подробности смотрите далее. Магазин «Контрактные автозапчасти» реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате – скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. С 5 сентября по 20 октября в Магаданской галерее современного искусства. Выставка картин Микаса Сафронова. 66-60-80. Секрет моей красоты? Знает только Медплаза. Секрет красивой улыбки? Не скрываю, это Медплаза. Клиника Медплаза. Все виды косметологических и стоматологических услуг. Карла Маркса, 31-18. Телефон 300-570. Современный мир меняет людей. Но как важно оставаться человеком с чистыми мыслями, открытой душой, интересом к жизни. И как сложно это сделать. Не бойся проявить себя. Не бойся выйти вперед. Оставайся чистым. Пей чистую воду. Акваола. Правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года могут воспользоваться все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и по инвалидности. Оформить билеты до Москвы и обратно можно в офисе продаж аэрофлота, находящегося в аэропорту поселка Сокол. Также возможно оформить проездные талоны в отделениях клиентской службы пенсионного фонда по месту жительства. Для удобства пенсионеров работники пенсионного фонда оказывают помощь неработающим пенсионерам по вопросу получения оформления авиабилетов. Для этого необходимо неработающим пенсионеру подать заявку в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства. Если это в городе Магадане, то это клиентская служба по улице Горького, 20А. И также клиентские службы у нас находятся в районах области. Перед приобретением билетов рекомендуется ознакомиться с полной информацией о порядке получения компенсации за проезд, размещенной на сайте www.pfrf.ru либо по телефонному номеру 69 79 99. Городской спорткомитет продолжает прием заявок от семей на участие в новом сезоне Спартакеады «Спортивная семья». Она стартует уже в 12 раз. Проект был создан в 2007 году в цели формирования активного здорового подрастающего поколения. Принять участие в Спартакеаде может любая магаданская семья с детьми до 16 лет включительно. Зачет всех соревнований проходит в двух возрастных группах семьи с детьми до 11 лет и от 12 до 16 лет. Уже в течение месяца продолжается набор участников, то есть прием заявок на участие в Спартакеаде «Спортивная семья». На данный момент заявлено уже 16 семейных команд, из которых 8 – это новички, которые еще ни разу не участвовали в нашей Спартакеаде. Набор участников будет продолжаться вплоть до самых первых соревнований. То есть, если люди даже не были заявлены заранее, они могут прийти, ну, конечно же, предоставив все необходимые документы и поучаствовать в первых соревнованиях. Победители и призеров определяют в каждом виде соревнований и по общим итогам в каждой возрастной группе, а также в личном зачете. Все они получат дипломы, медали, кубки и ценные призы. Горячая пора туристических походов близится к своему концу. Однако зачастую магаданцы не берут в расчет изменчивость погоды на побережье Охотского моря. Так, 22 сентября вечером на телефон 112 Единой службы спасения поступило сообщение о том, что два туриста находятся на каменном венце бухты Нагаева и просят оказать помощь в эвакуации. Мы подъехали на катере, подошли в предполагаемый район поиска. То есть с катера мы увидели на берегу, подавали не свет фонариком. Подошли на катере максимально близко к берегу, спустили резиновую лодку с катера, подошли на резиновую лодку к берегу, обнаружили парня с девушкой. Ну, в сознании все нормально. Ну и на резиновой лодке доставили до катера, на катере благополучно до города Магдана. От медицинской помощи отказались. Во время ваших дежурных смен часто приходилось выезжать на такого рода эвакуации? Ну, частенько бывают такие у нас вызыва. Этот случай далеко не единственный за лето и осень. 25 сентября также в районе каменного венца спасатели эвакуировали женщину. Медицинскую помощь оказывать не пришлось. Однако, чтобы так не рисковать жизнью при планировании своего похода, спасатели рекомендуют ознакомиться с таблицей приливов и отливов и иметь к рассчитанному времени один час в запасе на возвращение. Диспетчерская служба «Барс» за все время проведения акции Нина Аполлюдова совершила 270 поездок. Ей вручили сертификат на 5000 рублей в ресторан «Желтое море». В любой момент, когда я вызывала такси, в принципе, всегда такси, оно находится, всегда подъезжает к дому, без задержек, даже бывает раньше. То есть, никогда не было, чтобы, как сказать правильно, когда вызываешь такси, извините, такси нет, машин нет, у них всегда такси есть. И очень-очень-очень внимательные водители, то есть, никакой грубости, наоборот, только помощь от них. Мне просто нравится «Барс». Прежде чем узнать имя победителя, среди гостей разыграли три сертификата на час в караоке и два сертификата на 5000 рублей в ресторан «Желтое море». Помимо этого, участников розыгрыша удивили танцевальными и музыкальными номерами. Главный приз розыгрыша смартфон Samsung Galaxy S10 после долгого кручения барабана достался повару Инне Коваль. По словам женщины такси, она вызывает каждый день в 5 утра, и диспетчеры за два года ее ни разу не подвели. Еще раз было просто удивительное счастье. Даже я думала, если не выиграю, мне и то было приятно даже здесь посидеть. Потому что, ну, как бы, такие случаи случаются не очень так часто. К тому же, как бы, у меня маленький ребенок, мне не с кем его оставить. Ну, сегодня дочь пошла мне на уступки, дала посидеть с ребенком. И я, конечно, безумно рада. Samsung S10 я бы никогда не купила себе в жизни. Ну, в данный момент я считаю, что этот подарок будет моей дочери старшей. Потому что ей в данный момент 19 лет, и, как бы, она тот человечек, который мне помогает с моим маленьким сыном. Больше такой возможности мне некому помочь. Ну, я очень счастлива, я впечатлена от всего, что здесь происходит. По словам гостей праздника, удовольствие доставил им не только сам розыгрыш, но и прекрасные угощения, а также музыкальные и танцевальные номера. Помимо разыгранных подарков, все участники получили бесплатные поездки. Руководитель диспетчерской службы БАРС Александр Дмитриев отметил, что это не последний такой розыгрыш. Я думаю, что да. Думаю, что всем все понравилось, как могли, поднимали настроение. Естественно, я думаю, никто не ушел, как бы, разочарованно. Получили все, пускай, даже поощрительные призы, но получили все. В дальнейшем, как забегая вперед, по секрету, это не первый розыгрыш и даже не второй. Все, что нужно делать пассажирам, это пользоваться услугами диспетчерской нашей службы. Ну и, соответственно, следить за рекламой. Диспетчерская служба БАРС принимает заявки круглосуточно. Каждый день на линию выходят около 50 автомобилей от легковых до микроавтобусов и джипов. Водители готовы доставить пассажиров в любую точку города и области. Помимо этого действует акция для детей. В диспетчерской службе можно приобрести проездной документ на необходимое количество поездок, чтобы вашего ребенка с комфортом доставили до школы и домой. Также БАРС предоставляет услуги трезвого водителя и принимает продуктовые заявки. А для постоянных пассажиров каждая десятая поездка бесплатная. Звоните по многоканальному номеру 645656. Доезжайте до нужного места с комфортом и выигрывайте призы. 27 сентября в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 4 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 51%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92.